МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Актриса в ее статусе на Западе – это большая актриса. Это человек, имеющий возможность купить себе остров. Где мои туфли? Давай, шарик. Пап, я упала! Леша! Да? Я-ка прокинул Еву и горшок. И что? Убери у меня маникюр. Роскошная красавица с потрясающей фигурой. Еще эти вечные короткие юбки и вечное для переодевания туфель. У кого нет фантазии, тот не видит. А я, в общем, не поворачиваюсь, все чувствую. Она эффектная. Мантия фигурой. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Глядя на Елену Подкаминскую в фильме «О чем еще говорят мужчины», трудно представить, что актриса только что стала мамой. А как ты себе это представлял? Я была профнепригодна. Абсолютно. У меня били фонтаны из грудной области. Но если он на складе, зачем вам врать, что он у Саши? Чего логика-то? Настя, какая логика? Это же мужики. Ты представляешь? Зрители не заметили никаких изменений ни в облике, ни в поведении актрисы. В курсе перемен в жизни Подкаминской были только ее коллеги. По-моему, у меня что-то произошло вообще с горбонами. Как будто бы меня подменили на вторых мужчинах. Но вот как-то чудом смонтировали, спасли, наверное, кормящую мать. Каминская как конь просто. Два часа спит, потом шесть часов пляшет, выберет попу ребенку и в кадр. Во время съемок этой картины на площадке установили дежурство. Папа и муж Лены по расписанию сменяли друг друга. По первому требованию новорожденной Полине молодая мама срывалась из кадра. Вся съемочная группа терпеливо ждала, когда Подкаминская закончит кормить дочек. А как ты себе это представлял? Елена Подкаминская живет в атмосфере безусловной любви. Ее семья – это не просто тыл, где всегда поймут и поддержат. Это единый организм, который присутствует и активно участвует в каждом этапе жизни Елены. Это огромный плюс, который иногда может превратиться и в минус. Обычно, когда девушка влюбляется в первый раз, она не спешит рассказывать о своих чувствах. Когда первая любовь в 17 лет пришла в жизнь Елены Подкаминской, об этом сразу узнали ее родители. Мама и папа с самого детства были в курсе всего, что происходит с дочерью. И я, и Светлана всегда понимали, что Лена настолько трепетно, настолько совершенно необыкновенно переживала этот момент, что ни в коем случае нельзя было все разрушено. А очень важно было создать условия. Вот можете себе представить ситуацию, при которой я способствовал, чтобы Лена поехала к этому юноше? Роман продлился два года. Постепенно отношения себя исчерпали. Я чувствовала, что дальше нет ничего. То есть можно сказать, что я разлюбила, но для меня всегда очень важно было вот это чувство такой невероятной пленительной тяги мужчины и женщины. Поэтому если я оставалась только дружба уже, то я уходила. Так получалось, что вроде как меня не бросали. Всегда получалось, что я делала этот такой шаг. Родители всегда и во всем поддерживали дочь. Их отношение друг к другу и к собственному ребенку стало для будущей актрисы идеалом. Начнем? Мне кажется, что ее очень чувствует ее семья. Потому что профессия такая, когда ей отдаваться этой профессии надо целиком. И вот мне кажется, что ее родители понимают, что прежде всего она актриса. Актриса и творческая личность и вообще личность. Илья и Светлана Подкаминские – музыканты и педагоги. Они основали собственную систему целостного художественного развития ребенка и создали детскую школу искусств, где преподавали по своей методике. Папа – это человек идеи, это человек с огромным внутренним пространством. Он способен быть интересным во многих направлениях. Это философия, это психология, это его дар дирижера. Это человек-новатор. Мама – это его единомышленник, это его сподвижник. Это уникально творческий человек, который все его идеи способны по-своему притворять на очень интересном, высоком художественном уровне. Папа и мама – они выпускники Московской консерватории, с отличием ее, закончившие. И так сложилось в их жизни, что они не просто окончили консерваторию, а занялись художественной педагогикой. Это удивительная совершенно семья. Это удивительный человек, который создал эту школу, и который однажды пригласил меня посидеть в каком-то там жюри. И я была потрясена тем, что он делает в этом маленькой Щервинге. Лена Подкаминская родилась, когда ее родители только начали создавать свою школу искусств. Девочка всегда была в центре творческой атмосферы, которая царила в ее семье. Детство в коммунальной квартире, в которой проводились как раз эти семинары, с маминым борщом по выходным дням. Я вот этим их творческим импульсом, их жизни, я была настолько наполненной. Самая интересная вообще проблема развития – дать возможность выразиться. И Лена вообще оказалась в четырехлетнем возрасте в ситуации вот этого эксперимента. По возрасту Лена еще не могла стать полноценной ученицей школы. Но она проводила там много времени и невольно впитывала все, чем жила школа. Я всех рассаживала, и кукол, и родителей, и проводила как раз все репетиции, отрабатывала. И помню особенный экстаз мой детский, когда родители падали со стульев от хохота. В связи своей вот этой вот неадекватной инфантильности, которая все время ее жуливает, если ржа, то такая, что лошади останавливаются, если слезы, то это как у клоуна. Но это та эмоциональность актерская, открытая, изразительная, которая необходима. В пять лет девочка впервые вышла на сцену. Это была постановка на стихи Эдуарда Успенского. Лена играла роль мамы проказника мальчишки. Первое выступление произвело на девочку большое впечатление. Ситуацию успеха родители создавали Лене и дома. Чтобы преодолеть вот эту некоторую дикость между мальчиками и девочками, я устраивала такие вечера, когда мальчики учились приглашать танцевать девочек, девочки, мальчиков. Ну, еще раз какие-то вкусные моменты придумывала. И мне всегда было интересно, обращать внимание на мою Леночку или нет. Старалась купить ей что-нибудь такое вкусненькое, красивенькое, чтобы на нее обратили внимание. И когда обращали внимание, я была просто счастлива. О таких отношениях в семье можно только мечтать. В беззаботном детстве воспитанием Лены занимались не только мама и папа. У девочки были еще и замечательные бабушки. Одна из них жила в Евпатории. С ней я позволяла себе быть безумной абсолютно по характеру девицей. Я вспоминаю, что если мне не нравился собеседник, я не вспоминаю, мне даже это рассказывали, да, точнее. Если мне не нравился собеседник, с которым она останавливалась, я сразу била его в глаз. Зато, когда Лену оставляли со второй бабушкой, маминой мамой, маленькая хулиганка менялась кардинально. Она заслуженный учитель начальных классов. Она очень правильный человек из такой интеллигентной семьи. И, в общем, когда я приезжала к бабушке маминой, я была очень хорошая девочка. Когда Подкаминским отказали в получении квартиры, Илья Подкаминский решил рискнуть. Он начал строить дом в подмосковной Щербанке. Школа оказалась далеко, и по утрам Лену провожала бабушка, папина мама. Она часто приезжала к сыну из Евпатории. Мы выходили с ней из дома, и была такая, где-то километр дорога. Ну, то есть она снежная, но дорога. И едва где-то фонари, и нужно было дойти до переезда, через которую я уже вроде как в безопасности, потому что город. И вот она стояла, и я шла, и я знала, что она стоит. И всегда вот этот мой поворот. Она там, мне спокойно. Бабушка умерла несколько лет назад. И Лена до сих пор с трудом говорит об этой потере. Когда мы уже все понимали, что это последний... Ой, я что-то сегодня давно об этом, наверное, не говорила. И когда мы все поняли, что это последний период в ее жизни, я все время на диктофон записывала все наши разговоры. Я еще их не осмелилась прослушать. Особенно актриса жалеет, что бабушка не увидела правочку. Стоять! Поп! Молодец! Чтобы родить ребенка, актрисе пришлось проделать сложный путь. Смотрите далее. Как Елена Подкаминская боролась со свое счастье? Тяжело было. Как актриса познакомилась с мужем? Я его любезно попросила... ...жениться на мне. И чувствует ли она себя звездой? Мы притирались. Был момент. Счастье неописываемого полета оборвалось на очень раннем сроке. Но я, конечно, пережила это очень драматично. Тяжело было. Прерванная беременность не остановила Елену. Актриса начала искать свой путь решения проблемы. Она смогла это пережить, и она целеустремленная. Если она что-то решила, если она очень страстно этого хочет, она обязательно этого добивается. Врачи объяснили, чтобы снова забеременеть, Лене нужно пройти усиленный курс лечения гормонами. Меня хотели пролечить каким-то страшным способом, вводить в меня какое-то лекарство. Якобы у меня там что-то внутри такое, что необходимо обострить и пролечить. Муж везет меня в первый раз в жизни положить в больницу. Меня собиралась семья, я была в шоке. Мы загрузили все, постельное белье, фильмы, книги, еду. Я не представляю, как мы все загрузили в палату. Загружать палату не пришлось. В больнице Лену встретил молодой доктор, который предложил ей другую методику лечения. Думаю, боже мой, этот молодой парень мой врач, какой ужас. Он со мной начинает разговаривать. Долго. Потом приглашает мужа. В общем, мы сидели, наверное, часа там два с половиной. Он проанализировал все мои анализы и сказал, пишите бумагу. Передумала. Уходите отсюда, у вас все хорошо. У вас такая особенность организма. И он меня спас от этого ненужного лечения. Он сейчас крестный отец моей дочери. Тогда Лена просто поверила ему. Она не легла в больницу, но и ждать чуда тоже не стала. Под Каминская нашла и нужное направление, и нужных врачей. Я стала искать путь. Как это сделать ни на таблетках, ни на каких. И так сложилось, что я встретила традиционного врача, иммунолога, который мне сказал, что есть один травник. Я еще нашла врача Аюрведы. Плюс я у традиционного врача наблюдалась. И долгожданная беременность наступила. Но на этот раз Под Каминской полностью сосредоточилась на своем состоянии. О том, чтобы бегать по сцене на последних сроках беременности, как это делают некоторые актрисы, не было и речи. Активно работала Лена только до четвертого месяца. Лена ведь, она очень готовилась к рождению ребенка. И она, когда во что-то включается, она просто настолько исследует эту вообще проблему. Она настолько к этому точно готовится. Елена изучила вопрос досконально и выбрала то, что ей ближе – концепцию естественного родительства. Я очень многих пыталась в эту веру, в эту веру естественных родов, без кесарево сечения, без эпидуральной анестезии. Я два с половиной года кормила дочь. Отсутствие такого подхода к ребенку, когда ты не берешь его на руки, или не ласкаешь его лишний раз, бросаешь его в комнате, и уходишь заниматься своими делами, чтобы он сам засыпал их. Ничего, оборется, успокоится, заснет. То есть я многих пыталась заразить вот этим отношением к родам и к младенчеству, да, вот к такому. Лена была верна концепции естественного родительства целых два года. Актриса не выезжала на работу без дочки. Полина ждала мамы за кулисами, и в любую свободную минуту Елена брала ее на руки. Она кормила Полину по первому требованию. А когда Подкаминская получила предложение сниматься в Санкт-Петербурге, всей семье пришлось на полтора месяца переселиться в северную столицу. Все были дежурили. Это было, конечно, незабываемое время. Обидно, что эта история не вышла до сих пор. Работа способностей, ну, трудоголик, это про нее ничего не сказать. У меня ощущение, что она ребенка родила в антракте, понимаете, да, и пошла играть второй акт. Потому что она может все. Откуда в этой хрупкой девочке такая стальная какая-то пружина, которая дает ей это возможность? Мы везде были с ней. Вот она едет в Питер, мы едем в Питер. Она едет в Москву, мы едем в Москву. Куда бы она ни поехала, мы с Полиной, мы все время вместе. Мы помогали ей очень. Полина, да, здесь росла, да, и, в общем, вот эту грудью кормила, по-моему, прямо на сцене. И говорю, хоть в кулису отойди, ну, что ж ты играешь молодую, милую девочку, и кормишь грудью на сцене. Это Полина, значит, огромная, обаятельная. Так что она жила за кулисами, эта Полина. Часто мы играли таланты и поклонники. В «Антракте» она, играя Негину, вот эту юную девушку, неслась как безумная в свою актерскую гримерную, чтобы покормить дочку. И это было до такой степени трогательно, когда за кулисами вдруг такую крошечку несут. И она, в общем-то, не плакала. И, конечно, рядом с Леной всегда был муж Александр. Актриса познакомилась с ним в театре. Сначала он увидел Лену на сцене. Он был дружен с замдиректором нашего театра. Мы никогда с ним не были близки, но он ко мне очень тепло относился. И почему-то ему вздумалось, что пора меня как-то пристроить. И, в общем, он привел Сашу на спектакль. Я в Ахтанском театре играла Валентину, Чулимск, прошлым летом. Такой спектакль был в моей жизни. И он наивный парень, подумал, что я такая же деревенская девочка, скромная, покладистая, домашняя. Настоящая Лена совершенно очаровала Александра. Актриса поняла, у этих отношений есть будущее. Я его любезно попросила жениться на мне. Он вроде бы неудобно ему было отказать. Пришлось ему как-то все-таки согласиться. Потом я сказала, надо поработать и с другим вопросом. В общем, я была, как ни странно, настойчивая. Я была ведущая в вопросах брачных и деторожденческих. Саша совершенно удивительный человек. И я думаю, что он человек, который открыт к пониманию. То есть не к установлению себя, а именно к пониманию другого человека. Я сразу увидела, что он такой доброты и какой-то чистоты. Даже внешне я почувствовала такую чистоту и доброту, что сразу поверила. Что это вот настоящий. Главное, чтобы настоящий был друг. Правильно? Вот как у меня муж. Он очень надежный. Я знаю, что он всегда со мной. Александр стал частью ее большой семьи. Наверное, в ситуации с Подканинской и не могло быть по-другому. Такие трепетные отношения, как у ее близких, безусловно большое счастье. Но было время, когда трогательная атмосфера в родительском доме мешала Елене приспособиться к суровой действительности вне семьи. Поступление для меня такая была тема горестная. Лучше всего я открываюсь в команде людей, которые меня уже знают, понимают и любят. Очень сложно бывает и на пробах, и по сей день. И уж тем более было невыносимо тяжело при поступлении. И особенное горе, я не преувеличиваю это слово, горе, было для меня в момент, когда я не поступила к Фоменко. Когда он в этот год, как раз он набирал свой последний курс. Лену не приняли ни в один театральный вуз. Последней каплей стало отсутствие ее имени в списке поступивших на курс Петра Фоменко. Я сейчас вот помню, как она пришла, села так, и я все-таки ей сказал, остался один шаг. Ты должна собраться и этот шаг вообще сделать. Раз, два, три, пройдем за! Тогда, когда я уже сделала, наверное, вот так. А, да, все теперь уже все равно. Я пришла на последнее прослушивание в Щукинское училище. И Владимир Владимирович Иванов, мой любимый учитель, он меня сразу отправил на конкурс. Но при этом у нас случился очень серьезный разговор. Он пытался, как и папа, вернуть мне веру, наверное, в себя и какую-то силу. И даже разговаривал с папой, потому что мы приехали вместе. Папа был рядом. Ее красота, ее стильность, ее сегодняшнее состояние женское, человеческое, оно скорее угадывалось. Оно скорее было в таком, знаете, таком, ну, намеке, что ли. И вообще в театральном училище за четыре года происходит невероятный рывок. Смешная была история у нас с ней на третьем курсе. Естественно, при ее красоте, при ее фактуре, идеальной фигуре. Все время роли хотелось давать ей каких-то манких женщин. Все время звучало слово сексуальность, секси, там еще что-то. И однажды я смотрю, она в раздрызге в каком-то находится, мы с ней закрылись в комнате, полились слезы вот так вот ручьем. Она сказала, все мне говорят, секси, секси, я не знаю, что это такое, как это играть. Она еще была не замужем, была девочка, и ей, конечно, это было очень тяжело. Может быть, этот поворот судьбы оказался мудрее. Лена поступила на курс Александра Ширвинта и очень скоро стала любимицей мэтра. Ты будешь первым, ты будешь великим, ты будешь актрисой. Это мое мечтание, значит, да, ты и будешь. У нее очень хороший внутренний диапазон актерский. Она в училище у Князева, я помню, играла замечательный, серьезный отрывок, драматический, да, музыка сей. У меня она играла всяких там клоунесс и все такое. Что сыграть сегодня в Ленинградской, это тьфу, да, что подобное. Это вот такая вот получилась очень значимая, многомерная фигура с судьбой. Ты помнишь, я тебя протикал и Харитончик рассказал? Ну, да. Я одну горстями жрал. Так, склеил ласк и прямо при исполнении. Ой, а бедную девушку чуть не посадили там, да? Вот у нее какое-то вот видение этого замечательной древнейшей профессии. Поэтому она прекрасно играет в Homo erectus, эту даму. Потом, когда возникло, значит, это слез было столько, играя замечательно в охотку. Потом, когда мы делали таксиста, значит, там тоже надо было раздеваться почти. До гола тоже опять слезы фонтаном, она прекрасно раздевается. А что касается Серьеза, она замечательно играет в Мольере. И я как партнер вижу, насколько это серьезно. Она играет Арманду. Ну, это все серьезно, глубоко, по-настоящему. Арманда! Я же хотел вас спасти! Я же говорил, бежать от него надо! Мне как-то везло. Везло, потому что я встретила Александра Анатольевича Шервенда. Он вообще очень не способен обидеть кого-то. Он очень бережно к людям относится, но со мной как-то даже я удивляюсь. Все-таки у него был курс, и он как-то определенно меня пригласил, да, и определенно мне давал роли. И много не получалось. И он верил и ждал, и давал мне время вырасти, открыть, понять, случиться. Учеба оказалась для Лены счастливым периодом в жизни. Творческая атмосфера, царившая в Щукинском училище, ее полностью захватила. Человек пришел подготовленный, играющий на всех музыкальных инструментах, поющий, прекрасно танцующий. То есть это рядом с ней было очень тяжело учиться. В этого ребенка вложили все. Литературу, искусство, любовь к музыке, к балету, к театру. И абсолютно идеалистично. И это была трудность. Елена снималась в кино, но роли, которая сделала бы ее стопроцентно узнаваемой, все не было. Я помню такой момент, когда мне агент сказала, Лен, осталось мало времени у нас с тобой. Если не выстреливаешь, в ближайшие годы, все, конец тебе, Елена. Смотрите далее. Чувствует ли Елена Подкаменская себя звездой? Мы притирались. Был момент. Что так долго мешало актрисе стать известной? Ну, не получилось. И какой из ее проектов едва не сломил Елену Подкаменскую? Это все. Дикий пот, труд. На кастингах Елене часто не удавалось преодолеть большую условность ситуации и раскрыться. Парадокс. Но стать востребованной в кино Елене помог театру. Видно, монашкой жить непросто. Я была приглашена когда-то Леша Борать. Увидел меня в спектакле «Слишком женатый таксист» в театре «Сатиры». И как они потом шутили, они сказали, о, хорошие ноги. И благодаря моим ногам оказалось, что я им пригодилась в спектакле быстрее, чем кролики. Стоп, снято. Так Подкаменская познакомилась с коллективом комического театра «Квартет И». Очень скоро она стала своей в их компании. Здравствуйте. Я отменил такси, Настя. Я тоже отменила. Зачем? Потому что ты сказал, что ты вызвал. Ну, ты же... Ай, ничего не делай, ничего не делай. Выйди с Геком, слышишь? Вот что мне сделать? Выйди с Геком? Заказать такси или развестись? Ты что? Что? У тебя есть дома уже? Ева! Я удивляюсь, почему они меня утвердили. Я не знаю. Но они говорили, что им нужна была легкость. А я ее продемонстрировала. Хотя я в жизни, мне кажется, не такая уж и легкая. Самое тяжелое в нашей профессии – это не играть сложные роли с тяжелыми драматургическими перипетиями. Самое тяжелое в нашей профессии – ждать. И у женщины и век, короче, актерский. И Лена ждала, ждала и дождалась. Ты едешь развлекаться? А я стою с детьми на целый выходной. И погуляю с Геком. И все-таки даже яркая роль в нашумевшем фильме «О чем говорят мужчины» не принесла большой известности. Под Каминской продолжала работать и ходить на кастинги. Я не знаю. Искать полного взаимопонимания и любви со стороны коллег по цеху, наверное, не стоит. Дистанцию держать надо. Она не всегда ее держит ровно и с тем, с кем нужно. Я не помню вообще такого момента, когда бы она пришла, ну, там, не знаю, после проб или как я. Я даже боимся задавать вопрос. Леночка, ну как? Она говорит, папа, ты же знаешь, не спрашивай. Правда, в театре «Сатиры» каждый новый спектакль с ее участием ждал успех. Наверное, не случайно Лена стала единственной студенткой на своем курсе, которую после завершения учебы пригласил свой коллектив художественный руководитель театра Александр Ширвиндт. Так как я по совместительству здесь начальник в театре, то у меня страшно подумать, в труппе 38 моих учеников. В том числе, значит, вот тут же была взята любимый ребенок Ленка. Но была взята как любимый ребенок Ленка и стала ведущей актрисой театра. Я была поражена тем, как она профессионально и как-то ничего не боялась. И вся такая была острая, мне показалось, очень подходящая для нашего театра. Сегодня Подканинская занята в шести репертуарных спектаклях театра. И на этой сцене простоев у нее не было с самого начала. Но еще совсем недавно, несмотря на роли в хорошо известных фильмах, на улицах ее не узнавали. Она псих ненормальный, да. Псих ненормальный. Но это атрибут настоящего актерства. Я, в общем-то, внутренне уже так готовила себя к тому, что... Как-то так. Ну, не получилось. Я честно работаю, я люблю свое дело, я местами убедительна в каких-то своих театральных работах. Но с кино редко. Но, собственно, я и сейчас не могу сказать, что там оно у меня случилось. Подканинская скромничает, оценивая пройденный сегодня путь. А может быть, просто боится спугнуть актерскую удачу. Ведь сейчас она, как никогда, востребована и популярна. Героину известного сериала Викторию Сергеевну Гочарову, а в продолжении истории Лаврову, зрители любят. Ею восхищаются, ей подражают. Поскольку мы находимся 24 часа вместе на площадке, очень часто, есть люди, которые начинают раздражать. Причем не всегда это подперто какой-то мотивацией. Вот просто раздражают и все. Вот она не раздражает. Бывали, конечно, моменты, когда она ложилась спать в моем вагоне. И раздражает тем, что не давала лечь спать рядом. Вот эти моменты раздражают, выбивают из колей. А в целом, если не считать вечного хохотания, которое ей присуще, очень приличная девчонка. Эта роль – большой успех под Каминской. Но и здесь, в пилотной серии проекта, кастинг актриса могла и не пройти. Мы сделали не совсем точную прическу, прямые волосы не совсем, видимо, удачно сочетались с образом. И один из продюсеров главных, он мне недавно сказал, «Лена, ты веришь?» Я, когда это все увидела, сказала, «Нет, ну это антисекс». Этой девочке не может быть в этой истории. Отстоял под Каминскую в этой роли режиссер первого сезона сериала Дмитрий Дьяченко. Мотор! Мотор идет! Он хорошо знал Лену, снимал ее уже в нескольких фильмах и был уверен, эта актриса справится и не ошибся. Стоп! Снято! Солодец! Иду в театр, люди... Ой, а это вы? Ну что-то такое, не знаю. Я как-то не придавала этому там огромное значение, мне даже было как-то странно, я стеснялась сильно. То есть я не ожидала, что этот момент как-то все-таки придет в мою жизнь. Лена не вдруг стала талантливой и не вдруг стала хорошей актрисой и красивой теткой. Она всегда ей была. Важен шанс. Выпал шанс, где совпало все. И вдруг выяснилось, что перед нами большая и очень крепкая актриса. Съемки в сериале продолжаются уже не один год. И с самого начала в этом коллективе Подкаминская чувствует себя свободно и уверенно. Это, да, это любовь. Это моя радость. Очень много любимых друзей, партнеров. Мы притирались, мы притирались. Был момент. Но потом выяснилось, что в чем-то мы очень похожи. В своей амбициозности, в своем желании сделать хорошо, не имея на то особо травали. Поэтому мы поначалу говорили лишь о работе, а потом, в общем-то, скатились до сальности. Правда, вместе с популярностью и большой занятостью в жизни Елены Подкаминской появилась одна проблема. Она стала меньше времени проводить в семье. Для Елены это настоящий стресс. Это чувство вины, в общем, наверное, которое меня никогда не отпустит. Она мама очень трепетная, волнующаяся и переживающая, очень критично к себе относящаяся. Одним из самых сложных творческих периодов Лены, когда она особенно нуждалась в опоре, были съемки проектов, в котором актриса вышла на лед. В прошлом году, окрыленная победой в телешоу «Танцы со звездами», актриса решилась на участие в совершенно новом для себя деле. Я очень рада, что она не сидит, не ждет ролей, а вот что она бросается на этот лед сумасшедший, или в какие-то танцы, которые требуют. Я представляю, какое требует эта сила. Не боится. Если у нее хватает сил, времени, хотя я смотрю, она все худеет и худеет, уже скоро в перахета превратится, скоро потрогать не за что будет. Но танцевать на паркете и танцевать на коньках – совершенно разные вещи. Мы познакомились в конце июля, на льду. Тогда мне показалось, что придется сильно попотеть, чтобы как-то у нас что-то получилось. Она в жизни не стояла на коньках. Какая-то несчастная еврейская девочка, затравленная подмосковьем. И тут вдруг она на уровне родниной или как Юлия, это архипластика, архимузыкальность, архифонтаны. Это все дикий пот, труд. Это сама Ленка. Но главный прорыв Лены не в том, что она быстро научилась блестяще кататься. Под Каминское столкнулась с жесткими реалями большого спорта. Ее партнер Петр Чернышев сегодня уже не только спортсмен, но и тренер. Он человек, с детства нацеленный на победу и готовый ради нее на любое преодоление. Мое прикладение, восхищение, благоговение перед, извините за такие, может быть, громкие слова, но гениальностью моего партнера, как постановщика, как учителя, как человека, который способен, не прибегая к грубой сюжетности, к демонстративности, к какой-то такой пантомимности, да, создавать законченные художественные произведения с очень интересным актерским содержанием, в котором есть особый тон. Это как музыкальная интонация, когда это реальное искусство. В принципе, он крайне жестокий, крайне жестокий в общении человек. Это было не всегда, но, собственно, я могу посчитать количество тренировок, когда я неубиенная с нее, в общем-то, отползла. Вне льда я достаточно такой мягкий человек. На льду, в общем-то, другие критерии, наверное. Мне Лена обозначила, я хочу научиться кататься. Моя задача была рассказать и показать, как это сделать. Чернышев, как любой спортсмен, знает, в спорте мягкостью результата не достичь. Очень часто приходил папа ее, поддерживал, говорил, что правильной дорогой идете, товарищи. Периодически удивлялся, увидев конечный продукт, что ничто не предвещало, что это может выглядеть так неплохо. И пусть пара под Каминской-Чернышев не победила в проекте. Приз зрительских симпатий стал для них достойной наградой. Лена действительно настоящий боец. Когда я ее увидела на ледовом соревновании, и она танцевала, и в то же время играла очень драматическую роль, я подумала, господь боже мой, сколько она может еще сыграть. У актрисы появилась уверенность. Если она выстояла тогда, значит, она выдержит что угодно. Ее семья ей всегда поможет. Вместе они могут справиться с любыми трудностями и проблемами. Сегодня Елена мечтает о серьезной большой роли в кино. Не потому, что ей не хватает популярности. Актриса всегда устремлена к большему и совершенному. Я не чувствую, что мне есть чем похвастаться или сказать о том, что вот это я сыграла, или вот это случилось в моей жизни. Я в каком-то таком драматическом ожидании. Я надеюсь, что она находится в какой-то начальной стадии творчества. Время еще есть. Вот при ее внешности, при ее амбиции, время есть. Если только она не расплескается на всякое барахло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»